Музыка Хоть мама и не попадает на Сингс Гивинг у нас в этом году, как и в прошлое, но мы решили сделать Сингс Гивинг раньше, пригласили его к себе раньше, поэтому к завтрашнему дню у нас будет индюшка, и в общем, вот впервые я ее распечатываю, в ней два крыла, и все на месте. И две ноги. Ну, две ноги в ней всегда было, только крылья в ней, она внутри, внутри еще все внутренности, сердечки, все-все-все в мешочке внутри лежит. Шо, кажется, вот это мы должны посмотреть, это интересно. Это вот так. Это нам интересно. Вот, ну, в общем, короче, все, сейчас будем разбирать, ставить на 4 часа, потому что, как я и рассказывала, индейка готовится в среднем час на килограмм. Если она 4 килограмма, значит 4 часа в среднем. И все. Нарезаем, кто какие любит, корни, так сказать, картофель, лук, сельдерей, ну, в общем, короче, кто что любит. И на 4 часа в духовку. Итак, нарезано у нас это. А, еще фенхель я сюда хочу, сейчас немножко фенхеля еще сюда кидану. Потому что я не знаю, как он повлияет на наше блюдо. Вроде говорят, что он перебирает вкус того, в чем он готовится. Но я что-то в это с трудом верю, поэтому немножечко покладем. Вот, все, лук, картофель, шея. Сейчас разрубим, я сегодня не буду в этот раз ее делать целиком. Хочу ее разрубить по запчастям, так, плюс-минус. На запчасти разрубим ее и уложим. Так, вот я еще перчик у меня здесь и немножко фенхеля. Вот такое я просто жопочку отрезала. Не знаю, как там оно повлияет. Все, сейчас будем нарезать наши тарки. Все, вот мы нарезали, выложили. Сейчас немножечко водички, лимонного соуса. Сока, приправы, немножечко можно масла сверху под кожу. И вперед на 4 часа. Все, отправляемся. Духовка у меня поставлена на росте. Мы будем как будто бы ее жарить. И получается на 175-180 градусов. У нас прошло 45 минут. Мы проверили, как она тут поживает. Поживает она прекрасно. Значит, вложили еще 2 помидора, которые дадут свою кислинку и вкус, такой хороший всем овощам, которые внутри. И опять возвращаем ее уже на следующие 2 часа. И вот какая прелесть происходит спустя 2 часа. После первого часа я, значит, дозакладывала сюда 2 помидорчика. Проверила, что действительно вот этот вот roasted malt подходит и что она хорошо схватывается. Так как я ее в этот раз разделила, просто, можно сказать, запекаю ее в духовке, но это не совсем одно и то же. Значит, выделяется очень много сока. Я немножечко воды, конечно же, влила перед тем, как мы начинали всю эту печку. Значит, вы, если помните, мое приспособление немножко на клизму похожее. Значит, мы сейчас возьмем немножечко сока и вот так я сверху буду поливать. То есть, вот я вот так нажала, набрала, видите, и теперь вот я так вот поливаю. Особенно стараться надо на вот эти вот засушливые части, потому что они-то у нас и потом такие будут смачные. После того, что вот вы поливаете вот этим вот соком, который пустила сама индейка и овощи, она становится более золотистая становится. Ну, начинает приобретать такой золотистый характерный оттенок. Последние полчаса обычно снимают крышку, чтобы она вот доприобрела вот этот вот свой золотистый цвет. Значит, внизу у меня крылья расположены. Хорошо все у нас тут проходит. Я довольна увиденным. Даже можно немножечко полить овощи сверху. Время уже, конечно, у нас полдвенадцатого. Еще два часа готовки впереди. Ну, хорошо. Будем продолжать. Так, время у нас уже пол первого ночи. И прошло уже необходимое время. Мы вытягиваем индейку. Итак, вот она, красоточка наша. Вот как это все там булькает, мулькает все. Вот такая прелесть. Happy Thanksgiving. ... ... Продолжение следует...